Мэрия Омска в четыре раза сократила расходы на чистоту горожан, заявил на пресс-конференции первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов. На льготные талоны в муниципальной бане будет выделено всего 4,5 миллиона рублей в 2017 году. В 2016 эта сумма составляла около 18 миллионов, так что превращение в город ВОЖ, как заявляли на публичных бюджетных слушаниях в конце прошлой недели, вполне возможно. При этом чиновник отметил, что сегодня городские бани нерентабельные, потому нужно либо повышать тариф, либо проводить их реорганизацию. Поинтересовались журналисты и судьбой Ленинградского и Комсомольского мостов. Накануне прокуратура Омской области подала в суд на мэрию из-за нарушений по эксплуатации объектов. По данным проверки, администрация города не проводила необходимую диагностику мостов, однако вице-мэр об иски, по его же словам, не слышал. Не готов комментировать. Сегодня утром поступила информация, я должен что-то прямо спистать, сделать представление, посмотрим, речь по финансовым средствам. Ясно, что на все представления прокуратуры, согласно срокам, реагируют. Техническая паспортизация в этом году проведена. Всех мостов. Также Фролов заявил, что город ожидает 1 миллион 200 тысяч из областного бюджета на содержание отлов бездомных собак. Деньги должно выделить региональное министерство сельского хозяйства до конца года. После этого, по словам вице-мэра, город сможет полностью выполнить план по отлову и содержанию бездомных животных. А вот на кресло мэра Сергей Фролов не претендует, однако признался, что желающих занять пост мэра хватает. Продолжение следует...